Здравствуйте, товарищи! С вами Сет, и мы продолжаем проходить Фаренгейт. Итак, мы оказались на секретной базе. Блин, у них минус 55 по Цельсию, это немало. Даже, хоть для кого, это немало. Секретная база бомжей, как я понял, потому что, ну, тут бомж, там бомж, постоянно встречаются какие-то бомжи по ходу игры. Давай, чувак. Девочка при мне. Я ее не отдал этой злой бабушке, которая не бабушка, а какой-то элементарь. Толкай меня. Толкай меня полностью. Я хочу, чтобы ты толкал меня. Ты можешь толкать меня. Так, ну что ж. И что это за хипстерские бомжи? Тима, ну, у вас тут, ребята. Ну, в принципе, неудивительно, в канализации живете. Я вот только не... Не совсем понял. Ну, хотя Карла, она видела, в принципе, всякие... Значит, это она. Это дитя Индиго? Ну, всякие сверхспособности. Она не разговаривает. Мне кажется, что сейчас она наблюдает за нами. Как ты меня нашла? Вот, хорошо просто. А мне пришел мужчина. Сказал, что тебе нужна помощь. Ну, что будем делать? Похоже, у нас нет выбора. Пойдем за ним. Окей. Я думаю, она не упадет, если ее поставить. Ты, наверное, устанешь так держать. Ей все-таки не два года. О, братюня. А когда я говорил, что я не сошел с ума, то ты меня... Нет, я не верил в меня. О, он уже наш хозяин. Охренеть. У меня нет хозяина, чувак. И тем более, моим хозяином не может быть хипстерский бомж. Добро пожаловать в лагерь невидимок, Лукас. Подходи, присаживайся у костра. Ну, ладно, куда сесть? На этот ящик нельзя. Какие у вас особенные ящики? Только на один можно сесть. Хорошо. Невидимки. Ну, и кто такие невидимки? Вы называете себя невидимки? Среди нас много бездомных. Хотя в каждом городе много наших людей, и нас никто не замечает. Так мы можем видеть, оставаясь невидимыми, и преследовать нашу цель, не привлекая внимания. А можно было бы заработать кучу денег, и стать влиятельной корпорацией. Что вам известно о Хрома? А тебе что известно о Хрома? Это естественная сила, как гравитация или магнетизм. Но она несравнимо сильнее. Эта сила в тебе... Откуда она знает про Хрома? Я ей что-то рассказывал, а я уже не помню. Просто два дня назад играл. Так. Что теперь? Что нам теперь делать? Нужно принести дитя Индиго к источнику Хрома. Там она сообщит своё послание, и пророчество свершится. Где найти этот источник Хрома? Нам известно о существовании всего трёх источников на планете. Ближайший из них на старой военной базе Вишита. Ага. Сейчас я указаю, это та военная база? Ну, конечно. Мои родители были учёными, они работали на правительство. Вот откуда в нём Хрома. Это многое объясняет. В 50-х годах обнаружили артефакт, который создали не люди. Оказалось, что это источник Хрома. Мы должны как можно быстрее отвезти туда дитя Индиго, иначе она ослабеет и умрёт, так и не доставив своё послание. Слабеет. Когда выезжаем? Через два часа. За это время мы подготовим для вас машину и найдём достаточно топлива. Скорее всего, в Вишите вас будут ожидать оранжевый и пурпурный кланы. Они пойдут на всё, чтобы помешать вам принести... Ну, а раньше вы это эти... А чё? Оракул типа в пурпурном клане. Эх, бывает. Ну, я уже спасал пару раз. Вселенную и человеческую расу. Там. Вот. В масс-эффекте недавно. Карла, я смертельно устал. Воспользуюсь советом Богорта и пойду с древну. Не думаю, что смогу сейчас уснуть. Я немного тут поброжу, а потом приду к тебе. Приду к тебе. А почему не к кому-нибудь другому? О, блин, у вас там калашников лежит. Мирные бомжики. С калашниковым. АК-74М. Судя по складному прикладу. Так. Огонь. И чё, у вас при минус 50 вот этот костёрчик типа вас согревает? Сомнительная хрень. Так-то. Да у неё и так настроение охрененное, судя по всему. Расскажи мне о Лукасе. Нет? Не хочешь со мной говорить? Зачем мне здесь пройдить? Здесь может есть что-нибудь типа хп-шечек? Нет. Сначала посмотрим. Чё, может в других вагонах чё-нибудь? Девчуха. Как она? Она наконец-то уснула. Сил у неё осталось совсем немного. Я сделал всё, что мог, но ей очень нужен источник рома. Ну, понятно. Дитя Индиго. Ты кто? Чё у вас тут? Ага, отлично. Жизнь. Я так думаю. Скоро будет сложный бой. Хотя, наверное, щас не на каждом уровне валяются. Ну, и чё нам говорят по радио? Старое радио. Если я его отремонтирую, возможно, узнаю новости с поверхности. Похоже, оно в неплохом состоянии. Нужно просто найти батарейки и антенну. Так. Ну, а вот эта железяка антенной не подойдёт? Батарейки и антенну. Ну, блин, я здесь уже лазил. Всё, вроде бы облазил. О, фонарик. И с него можно вытащить батарейки. Конечно, зачем нам фонарик? Фонарик. Возьму отсюда батарейки для радио. Леон. Ну, вот же металлические прутья стоят какие-то. Нельзя из них сделать антенну. Так, тут, похоже, не антенна. Да тут много железяк всяких. И проволока нужна именно. Да. Вот и есть элемент квеста. Ладно, вставим батарейки. Чтобы эта штука заработала, мне будет нужна антенна и понадобится батарейка. Когда будешь перерыв делать в ближайшем время, имей трубку. Так. Отвлекали немножко. Итак, что мы имеем? Антенна, 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 антенна. Блин, надо всматриваться, наверное, как я хрен знает. Может, возьмем винтовку? А, калаши, и сделаем из него антенну. Ну, металлические, какая разница? О. Так. Где? Что, где? Было, появилось только что. Ну, да. Именно вот от этого куска металла. Вот именно вот от этого куска металла она смогла оторвать. Сейчас угадаю. По радио скажут какие-нибудь плохие новости, и у нее настроение сейчас охрененное, но оно у нее упадет из-за этих новостей. Так что зря я, наверное, тут копошусь. Да, ни хреновая антенна. Теперь должна работать. Вообще, при минус 50, я сомневаюсь, что там у них. У нас две трети всего земного шара осталось без электричества. Люди рубят леви, с дрова и жгут книги, чтобы согреться. Через несколько дней на планете начнется новый ледниковый период. Лишь немногие города еще могут рассчитывать на... На что? ...объявило чрезвычайное положение. По всей стране на улицы вышли армейские части для борьбы с мародерством и для защиты тех, кто не может оставаться дома из-за низкой температуры. На работу в службу спасения поступило несколько сотен тысяч добровольцев, которые... Сейчас все океаны нашей планеты практически полностью замерзли. Атлантический океан наступает на побережье, и в Тихоокеанском регионе осталось всего несколько сотен миль территории, еще не скрывшейся подо льдом. Да, качок, почему температура-то падает? Истинно говорю вам, холод это кара... А, ну да, куда ж без них. Ну да, конечно. Апокалипсис. Ну я же говорил, ну минус 5. Судьба этого мира решится завтра. На базе Иши-то. Ну минус 5 это ладно. Сейчас это спимся. Можно в туалет здесь к ней сходить, тогда плюс 5 будет. Что-то он не спит, походу. Не спится? Нет, не могу успокоиться. Трудно поверить, что завтра все кончится, да? Да. Валя, леса, города. Странно, какая они сотропная фильтрация. Подкорка льда. А что будет с нами? Получается, будто нас никогда и не было, и ничего важного не происходило. Ты боишься смерти? Я уже мертв. Так. Уже нет. Если мы оба завтра умрем, то я хочу, чтобы ты знал. Нет. Мне жаль, что мы с тобой не встретились в лучших обстоятельствах. Возможно, если бы все было по-другому. Это что, типа вы хотите сказать, что она типа влюбилась в него? Каким образом, интересно? Давайте посмотрим, что. Так. Она расследовала его дело. Ты замерз? Она узнала, что он убийца. Она... Я люблю тебя. Охренеть. Что дальше? Она... Она узнала, что он убийца. Он ее позвал. Она узнала, что он супер-герой. У него какие-то суперспособности. Он показал ей пару трюков, и они занимаются сексом. Ну, правда, еще она знает то, что конец цивилизации уже близок. Может, она типа решила так. А, ладно, хрен с ним. Все равно умирать завтра, скорее всего. Почему бы и нет? Ну, окей. Итак, что мы имеем... Опять флэшбэээк. Подождите. Я не понял прикола. Ну да ладно. Значит так. С этого флэшбэка мы и начнем следующее видео. Если вам понравилось это видео, а может какое-то предыдущее, подпишитесь на канал. Ну, можете лайк поставить. Можете комментарий какой-нибудь оставить. Можете ничего не делать. Можете делать, что хотите. С вами был Сэт. До свидания.